Встреча прошла без соблюдения карантинных норм. Видео с Карагантинского вокзала вызвало резонанс в сети. На перроне сотни встречающих бурно реагировали на прибытие спецпоезда с солдатами. Подробнее у Ирины Вобещевич. Это видео снято накануне вечером на вокзале. Специальный эшелон, в котором прибыли солдаты, проходящие воинскую службу, за пределами региона прибыли в Караганду. Встречающие, не соблюдая карантинных мер, устроили массовое сборище. Не видно ни масок, ни соблюдение дистанции. Под видео написано следующее. А для чего тогда кошмарить бизнесменов? Закрыты торговые центры, закрыты рестораны и кафе. Зато толпы народа спокойно проходят на перрон вокзала. Ну вот скажите, в чем весь смысл? А потом вы удивляетесь, уважаемые власти, что никто не хочет соблюдать какие-то меры в борьбе с вирусом. Потому что уже никто никому не верит. Одно с другим не вяжется. Вчера сами застали это, когда шли с магазина. Там молодые люди стоят толпами. Человек, наверное, 50-40. Им было совершенно плевать на всякий карантин. Включили себе музыку и пошла жара. А где в это время власти и полиция? В общем, в этом бреду мы долго не продержимся. Люди, какие вы злые! Ужас! Люди встречают родных и близких. Мамы сыновей, девушки, парней, друзья. Родные скучали и ждали. Сколько желчи у вас. Читать противно. И заметьте, время по темноте на перроне говорит о том, что время суток уже позднее, 22.00. А у нас так-то сейчас запрет. Одним можно, другим нет. И не пойму, раз сейчас так, что обязательно было всю родню тащить навстречу? Потом закроют снова на карантин. Будут сидеть и винить кого угодно, но не себя. Как пояснили в пресс-службе Министерства обороны, военнослужащие доставляются в поезд с соблюдением всех санитарных норм. Обеспечивается масочный режим, перчатки, дистанции. За все, что происходило на перроне, отвечают не они и даже не департамент полиции, а транспортная полиция. Ирина Вобещевич, Наталья Заяц, 5 канал.